Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Infinity Weapons Craft. Не так давно меня спрашивали, какой макет мне было сложнее сделать, АКМ или СИК-550. И я подумал, почему бы не сделать интересный ролик, где будет разбор их изготовления, сравнение и где мы в конечном счёте узнаем, что же было сложнее. В общем, смотрим, друзья! Оба макета дались мне с трудом, и каждый сложен по-своему. Почему я выбрал именно СИК и АКМ для сравнения? Всё просто, это реплики штурмовых винтовок, схожих по строению в плане имитации механизмов. Был вариант сравнить АК-тип-1 с АКМ, но АК-тип-1 имел совсем другую систему, да и сравнивать два калаша это не очень интересно, не так ли? То ли дело швейцарский СИК-550, представитель образцов натовского вооружения. Упорно хороший внешний вид, вот что объединяет сегодняшние модели. Признаюсь честно, я считаю их лучшими своими макетами. Будем рассматривать несколько этапов изготовления, а именно Выпиливание, чтобы сравнить количество деталей, Обработку, где узнаем, у кого сложнее формы и тому подобное, Детализацию, а также покраску. Выпиливание Тут и гадать нечего, у АКМ больше деталей, которые нужно выпилить лобзиком, В числе которых составляющие из фанеры, поскольку АКМ состоит из нескольких частей, И цевьё с прикладом у него идут отдельно. У швейцарского калаша фурнитура является единым целым со ствольной коробкой, И все слои выпиливаются из МДФ. Пока что 1-0 в пользу АКМ. Следующий этап изготовления, который мы рассмотрим, Это обработка и придание форм. Калаши я делаю не первый год, и их формы для меня более-менее понятные и привычные. В деревянном АКМ вообще удалось сделать обработку, ну почти как на оригинале. Так как у меня есть угловая шлифовальная машина, Которая стачивает материал за считанные секунды, То о сложности процесса в плане затрат времени я не буду говорить. У Сига формы были сложнее. И мне не удалось их повторить в точности, как на реальном образце. Возможно из-за того, что это первый опыт среди Сигов. Возможно из-за недостатка скилла. Тем не менее факт остается фактом. Формы у Сиг 550 сложнее, нежели у АКМ. Чтоб вы понимали. В начале этого процесса я смотрел на квадратное бревно из МДФ, Которое только в будущем станет Сигом, И просто не понимал, что делать, с чего начинать. И я не забуду те отверстия в цевье, что я выравнивал надфилем полдня. Однозначно, балл обработки отдаю макету Сиг 550. Детализация у обоих макетов вымораживающая. В Сиге приходилось элементы создавать из разного хлама, Которую я именую крафтерской детализацией. Вследствие этого процесс прошел полегче, Но качество изделия в плане копийности пострадало. Кто бы что не говорил, но калаши в этом вопросе очень сложны. Сейчас многие усмехнулись, наверное, но если по фактам, То деталей из картона и ПВХ пластика там много. Одна прицельная планка чего стоит. В жизни, конечно, АКМ намного проще Сига, Но если рассматривать модели из дерева, то ничуть ему не уступает. Это в реальности крышка ствольной коробки калаша является одной частью, А в жизни мы к слоям из МДФ добавляем утолщение из картона. Также имитацию ребер жесткости, Которые потом тоже надо обтачивать, закруглять и так далее. Вот и получается, что детализации в отечественном калаше даже больше, чем в швейцарском. Не забудем про ствол с газовой трубкой, достойные отдельного внимания, Поскольку тоже состоят из разных составляющих. Маркировки тоже добавим, ведь не так просто цифры выжигателем рисовать. Несмотря на всё это, я даю обоим макетам по баллу. АКМ очень сложный в плане детализации, но и Сиг ничуть не легче, если делать всё правильно и не читерить, как я. Ну и последний этап – это покраска. Калаш состоит из нескольких частей. Ствола, цевья, корпуса с рукояткой и приклада. Цевьё с прикладом нужно сначала покрывать двумя-тремя слоями морилок, а затем лачить. После высыхания закрывать всё малярной лентой и красить в чёрный цвет всё, что необходимо. Помимо этого, ещё рукоятка с магазином, окрашиваемая кистью, которую потом ещё и лаком покрывать. А сколько надо времени, чтобы закрывать малярной лентой ненужное? Это же просто капец. И Сиг не так просто, как кажется. Цевьё и приклад в оригинале выполнены из полимера и имеют сливовый оттенок. Мне он не зашёл, и я покрасил в бежевый, но не суть. И там нужно было работать с малярным скотчем, а газовая трубка внутри цевья – это вообще что-то с чем-то. Её нужно было покрасить в чёрный, но после установки внутрь цевья. Понимаете, да, как потом трудно было её красить? Тем не менее, по итогу балл я всё же отдаю АКМ, поскольку над его покраской нужно было работать гораздо усерднее и дольше. Итого, счёт 3-2 в пользу макета АКМ. Да, действительно, даже по своим личным ощущениям могу сказать, что калаш мне доставил больше трудностей, чем Сиг 550. Если вам понравился новый формат, то не забудьте оценить это видео лайком и подписаться на канал, если ещё не подписались. Также вступайте в мою группу ВКонтакте, ссылочка на неё будет в описании. И пишите в комментариях обязательно, что можно добавить в подобные видосы. Ну а с вами был Дима Тумановский, до встречи в следующем выпуске. Субтитры подогнал «Симон»!